В настоящее время Крым и наши действия на Украине, которые поддерживаются и в России, и в большинстве населения Украины, они, по крайней мере, являются неприятным сюрпризом и ударом по авторитету и политике не только нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, но также натовцев и союзников на Ближнем Востоке. Но я не думаю, что США или натовцы все-таки пойдут на какие-то военные действия в отношении Сирии. Скорее всего, будет просто оказываться дополнительная массированная помощь оппозиции Башара Асада, причем, так сказать, видимо, будут поощрять и дальше Турцию проводить такую вот жесткую линию в отношении режима Асада. Видимо, Израиль может что-то такое предпринять. Ну и, естественно, монархические режимы, которые типа Саудовской Аравии, особенно Катара. Но, вмещая такой какой-то определенный оптимизм, так сказать, что ли, вызывает то, что в настоящее время сама оппозиция, которая воюет против Башара Асада, она расколота на несколько группировок. И случаются такие вещи, когда они воюют между собой. Дело дошло до того, что Саудовская Аравия отозвала своего посла из Катара. И когда стали спрашивать, какие причины это дело, ну, Саудовцы объяснили, а так, что Катара, значит, начинает действовать там в Сирии и на Ближнем Востоке, не согласовывая, там, сказать, свои действия с Саудовской Аравией и Советом по сотрудничеству Персидского залива. Мне кажется, надо продолжать поддерживать режим Башара Асада, который сейчас, ну, по крайней мере, одерживает, ну, пусть не очень большие, но тем не менее победы. И в этих самых успехах и значительную роль играют сейчас курдские объединения. Мы встречаемся с курдами, и они хвалятся о том, что они сейчас перешли на сторону Асена, что, значит, у них есть свои, так сказать, ополчения, которые охраняют курдские деревни. Вот, и более того, они, значит, захватили два перехода с турками на турецкой границе и два перехода на иракской границе. То есть, иными словами, они пытаются, так сказать, ну, как бы отрезать, что ли, вот эти вот турецкие, турецкий коридор, так сказать, от помощи, а эти боевиков. Ну, курды, они обладают только, так сказать, легким оружием, поэтому они вряд ли могут составить больше серьезное, серьезное противоречие, если, конечно, сопротивление, если там турки будут использовать артиллерию, танки и все остальное. Вот. Не случено какие-то определенные действия состоят на Израиле, потому что в ситуации, когда сирийцы заняты своими внутренними проблемами, Израиль действительно чувствует себя более-менее спокойно. Но мне кажется, что там тоже есть, назревают свои проблемы с палестинской автономией, и израильтяне вряд ли, так сказать, пойдут на какую-то широкую, масштабную такую военную операцию против Сирии. Мы будем использовать каждую возможность для того, чтобы защищать сирийский режим, для того, чтобы пытаться, так сказать, нивелировать и облегчать те самые удары, которые наносятся по Башару Асаду как в информационном плане, так и в политическом плане. Конечно, ситуация сложная, она всегда была сложной на Ближнем Востоке, но поскольку Ближний Восток не только так по географическому названию, но он близок к нам и все во многих отношениях, и в этой связи, конечно, мы должны внимательно следить и использовать любые возможности для нормализации обстановки в этом регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok